Водолей, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на август месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? В конце расклада я возьму карта совета и посмотрим, что вам высшая сила советует. Какие-то предупреждения, остережения. И первая карта для вас это карта смерти. Завершение старого и начинание нового. Здесь карта показывает то, что было как в прошлом, у вас не должно быть. У вас должно быть, знаете, как уничтожение старого, уйти от старых каких-то ситуаций и начать новое идти. Давайте посмотрим по карте смерти, что это показывает. Что здесь как трансформация человека, трансформация в отношения происходит. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта, карта императрицы. Женщины, это новые ваши возможности. Знаете, я хочу сказать, даже женщины и мужчины, да, высшие силы эта карта показывает уже людям, которые достойны получить благо. Они все-таки прошли какую-то трансформацию, какие-то перемены в жизни. И уже у вас в жизни идут новые возможности. Это время в начале августа, когда вы можете стремиться, поставить новых целей, новых какие-то мысли для вас, да, чтобы они исполнились. Но то, что высшие силы дают это возможности, это однозначно. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на начало месяца для вас. Это карта верховной жрица. Женщины, это ваша мудрость, это ваша интуиция, это ваши какие-то новые, возможные. В то же время здесь есть и испытания, но почему-то показывает женщины прислушиваться. Вот в начале месяца, да, августа, ваше, да, то, что внутреннее состояние говорит, ваша интуиция. Мужчины, у вас, если это касается даже одинокий, мужчины, которые есть женщина, то это, знаете, мудрая женщина, как женщина, которая сохраняет, как правильно, оберегает ваш очаг. Это может быть мама, это может быть жена, это может для некоторых даже как сестра старшая, да, но она как вот оберегает, да, вашу, вашу, как ваш очаг, ваша вот, то, что есть стабильно. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это карта девятка кубка. Вы получаете свое изобилие, вы получаете свою стабильность, новые возможности. Но здесь, знаете, хочу сказать то, что даже то, что вы получаете и в отношении, и в работе, и в финансы, и вас как человека, то все-таки стоит сохранить для себя. Здесь не нужно, да, высоко подняться, да, выше, чем других людей, потому что если у вас будет такое ощущение, да, если вы, поэтому, говорится, здесь прислушиваться то, что вам говорят, да, что только касается женщины, ваша интуиция. Для мужчин это женщина, которая может вам советы давать, да, то здесь не нужно ничего никому рассказывать. Здесь можете сами, да, вот как-то в будущее из-за этого страдать и потерять чего-то благое для вас. Давайте посмотрим следующая карта. Карта двойка жезлов. Двойка жезлов показывает почему-то вот на середине месяца, а вы привязаны к тем обстоятельствам, к тем местам, к тем отношениям, к тем ситуациям, пока какая-то решимость у вас нету. Вы как будто даже если будет желание какого-то выбора сделать, пока у вас этого не получится, потому что у вас есть пока, как бы, знаете, вот вы привязаны там, где находитесь. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта, что вам это говорит, следующая карта на середине, это король жезлов. Король жезлов, хочу сказать, вот мужчины, если такая информация идет, да, вот может это не для всех, но почему-то показывает здесь может быть какая-то тайная женщина, может быть человек несвободный и имел как любовницу, и здесь почему-то показывает, что здесь есть жена, да, женщина, которая оберегает очаг, да, женщина, которая мать ваших детей. Но почему-то здесь показывает еще какая-то женщина тайна, которая может, да, которая может делать какую-то любовную привязку. Мужчины, на это нужно обращать внимание, конечно, это не для всех информация, но если эта информация выходит, я вам скажу. Женщины, хочу сказать, что рядом с вами может быть такой мужчина, который показывает, что вы как будто зависимы от него. Одинокие мужчины и женщины почему-то показывают для того, чтобы вы начали что-то новое, которые пока привязаны к тем обстоятельствам, которые на сегодняшний день происходят в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта на конец. Карта испытаний. Карта очень много взлетов, падений, жизненные какие-то уроки, да. Самое главное здесь, как говорится, по этой карте не отпускать руки. Даже то, что вы горите, даже то, что у вас под ногами все это как огонь, не нужно расстраиваться. Вы, если хотите быть счастливы, то вы должны через взлеты и падения, да, идти к своей счастью, к своей желании, к своих какие-то стремления. Давайте посмотрим следующая карта, да, на конец месяца для вас это пятерка мечей. Хотя какие-то проблемы, ситуации, они уже в прошлом, но почему-то вы стоите на страже в порядке. Почему-то вы до сих пор в страхах и переживаниях. Дайте себе возможности в конце месяца, да, расслабиться, получать какое-то удовольствие от того, что у вас происходит. Не нужно, да, вот постоянно быть в этих страхах, что опять какая-то ситуация у вас повторится. Давайте посмотрим карта совета и что вам высшие силы советуют для вас, да, на протяжении всего месяца. Восьмерка Пентакли. Вы мастера, вы очень много прошли, вы очень много жизненные уроки, да, вы очень много испытаний прошли, но знайте, все свое время за эту, то, что вы прошли за эту работу, вы получите по заслугам. Вот ту благо, ту состояние, те отношения, вы их получите. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.